Итак, уважаемые, очередное видео для вас. Интересные есть темы постоянно в пчеловодстве, которые проводили опыты пчеловоды в старое время. Сегодня я хочу напомнить интересные вещи. Здесь вот нашел я такую статейку. В 1958 году журнал пчеловодства, номер первый. Один человек написал очень интересную информацию. Я вам зачитаю. Пчелы переносят яйца. За период многолетней работы на пасеке мне несколько раз приходилось видеть в улье яйца и личинки там, где их не должно быть. Но я всегда находил какое-либо объяснение этому факту. Это женщина-пчеловод. Не допускаю возможности переноса яиц с пчелами. В прошлом году я окончательно убедилась в существовании этого явления. Пчелы нашей пасеки содержатся в ульях-лежаках на 20-24 рамки. Рамки смыкающиеся. Для увеличения продуктивности пчел я ограничиваю яйцекладку матки перед медосбором. Как только контрольный улья станет показывать увеличенные нектары, я удаляю матку в глубину улья, представляя в ее распоряжение 3-4 рамки. Потом кладу вставную доску, в середине которой вмонтирован кусок разделительной решетки размером 15 на 20 см. Таким способом 30 июня была отделена матка в ульи номер 12. На удаление матки из гнезда пчелиные семьи реагируют различно. Приблизительно половина семей закладывают свящевые маточники. Другие не стремятся выводить новую матку. Чем дальше гнездо от перегородки, тем чаще пчелы закладывают маточники. При осмотре этой семьи 7 июля я отметил, что маточники не заложены, хотя между гнездом и вставной доской было 5 рамок. 19 июля при подготовке рамок для откачки меда я обнаружил на первой и второй рамке отставной доски на боковых частях сотов типичные роевые маточники. Крупные, правильной формы, наполовину заполненные молочком, в котором плавали личинки 2-3 дневного возраста. Маточники находились рядом на равной высоте от низа по одному на рамке. Остальная площадь сотов этих рамок была занята свежим медом. При внимательном осмотре других рамок гнезда личинок или яиц я не обнаружила. Откачка меда еще не было, поэтому обмен рамок из другого улья исключается. Отодвинув вставную доску я нашла матку. В ее отделении свободных ячеек не было, открытого расплода было мало. Нельзя предположить, что похудевшая матка прошла через решетку, засеяла мисочки и возвратилась обратно в ограниченную часть низа. То есть она этого не допускает, что матка могла туда пробежать и назад. Следовательно, яйца были перенесены пчелами через решетку. Один из обнаруженных маточников был поставлен с рамкой в семью номер 21. Из него вывелась нормальная матка. Редакция тут подтверждает интересные выводы. Я хочу прочитать, что говорят редакции в то время. Редакция имеет еще ряд других писем, в которых пчеловоды сообщают о фактах, дающие основания говорить о возможности переноса пчелами яиц. Однако во многих случаях не исключена возможность закладки маточников на яйцах, отложенных пчелами-трутовками, которые в летнее время бывают и в нормальных семьях с матками. Для окончательных выводов необходимо провести точно поставленные опыты. Вот такая информация, друзья. Это проверено мною, уже на моих видео показано, зачем пчелы переносят яйца матки. Выводятся очень хорошие, выводятся по типу тихой смены, как говорится. Итак, друзья, это подтверждено в журнале 1958 год номер 1. Поэтому это пчеловоды заметили давно, просматривая старую информацию. И проверяя на опыте, я убедился, и смотря новые видео, я убедился, что это самый лучший вывод, то есть самое лучшее условие вывести матку при наличии в семье матки, когда закладывают маточники. Еще одну интересную тему хочу отметить. Пчеловоды часто встречаются с такими вопросами. Знаете, иногда эти товарищи, которые травят жуков, насекомых, и в это время не предупреждают пчеловодов. И пчеловод, если вовремя не произвел необходимые работы, то его вся летная пчела бывает потравлена. Был он на такой случай здесь, в Соединенных Штатах Америки. Мой друг имел пчел. Срочно, говорит, приезжая, я приехал, глянул, куча пчел лежит возле улика, перед литком. В чем дело? Оказывается, соседка у него вызвала компанию, которая отравила сорняки. И потравленные сорняки, и, по-видимому, на этих сорняках было выделение нектара. И пчелы носили этот нектар, и в итоге вся летная пчела погибла. Итак, что нужно делать? Надо срочно, если вы заметили или вам предупредили, что делать с улями? Закрыть их как-то или остановить лед пчел? Каким образом остановить лед пчел? Читаю, небольшая статейка. Удалитель для прекращения леда пчел. В последние годы в журналах, газетах довольно часто встречаются статьи, заметки о том, как предупредить гибель пчел от отравления ядохимикатами. Однако массовая гибель пчел по этой причине все еще не сокращается. Пользуясь тем, что многие местные руководящие органы выпустили из поля зрения отрасль пчеловодства, организации, проводящие мероприятия по борьбе с сельскохозяйственными вредителями или малярийным комаровым, сплошь и рядом не предупреждают об этом владельца пасек и причиняют тем самым непоправимый ущерб. Чтобы спасти пчел от отравления, большую услугу может оказать удалитель пчел. Этот прибор поставлен в лето кулья, и если пчелам угрожает опасность, в течение часа прекратит лед пчел, не нарушая доступа в улей свежего воздуха. Прибор этот удобно применять при подготовке пасеки к перевозке. Иногда бывает необходимо выехать с пасеки раньше, чем пчелы соберутся в улей. И в этом случае применение удалителя позволит собрать всех пчел к нужному времени. Рекомендую пчеловодам обзавестись удалителями пчел. Итак, друзья, это вот такая вот информация, что представляет собой удалитель. Здесь у нас в Америке продается такая небольшая, так сказать, приборчик такой. Пчелы туда заходят, там усики стоят из вибрирующих пластинок медных или каких-то, не знаю. Короче, в один конец она заходит, пчела, а в обратный конец, в другую сторону она не может выйти. Поэтому пчелы, когда прилетают в леток, они заходят, стараются зайти в леток, даже если там пыльцы-сборник стоит, они стараются в дырочку протиснуться, они прилетели домой. И поэтому все пчелы, которые заходят туда, они заходят, но назад выйти не могут, потому что усики вот так стоят. Они заходят внутрь, а усики им не дают выйти. Поэтому все пчелы, которые прилетают, уже не вылетают. И таким образом собирается сбор. это так и действует удалитель пчел то есть если его поставить на сейчас другие удалители уже сейчас применяют но раньше применяли это пчела заходит в один конец и если поставить со второго корпуса она выходит в первый корпус и уже назад не может подняться потому что там есть как говорится вот эти усики пластинки то есть разного сорта удалителей какие вы можете представить вы можете использовать для прекращения лета пчел и быстрого собирания пчел в улик в течение часа у вас будет все уже готово и так друзья еще одна интересная статья которая я нашел я вам хочу зачитать это серьезная статья вы обратитесь серьезно к этому вопросу потому что живя в америке я столкнулся тут существует постоянно это гнилец он американский существует и европейский и кто-то может отмахнуться рукой сказать так не надо но когда с вами случится эта проблема вы потеряете пасеку вы тогда задумаетесь поэтому если предупрежден говорят то значит вооружен то есть вы должны знать что и как если что-то возникло что вам делать таких случаях о борьбе с нельцом пишет один тут это пчеловод зоотехник из города армавир краснодарского края при европейском нельце погибают не все личинки большинство их переболев развивается во взрослых пчел мы пришли к выводу что пчелы которые вывели в гнезде семьи больной европейским нельцом должны быть болезни устойчивы исходя из этого мы испытали следующий способ борьбы с данным заболеванием осмотр всех пчелиных семей мы мы выявляли семьи больные гнильцом состояние каждой больной семьи записывали в следующем ведомость номер улья сила семьи сколько улочек рамок расплода количество старых и новых соток наличие корма все больные семьи упаковывали и перевозили в изолятор организованы в месте хорошего медосбора то есть на другой точек если конкретнее сказать слабые семьи менее семь восемь улочек ставили группами по две-три затем соединяли в одну семью в тех случаях когда не было изоляторов для больных семей все слабые семьи мы вывозили для соединения на полевой на соседний полевой стан колхоза на расстоянии не менее 5 километров от пасеки если больные семьи сильны то изоляция их спастики не обязательно во всех больных семьях перед началом медосбора отбирали маток и предоставляли пчелам возможность сами выводить новых маток в зараженном гнезде естественно я в таких случаях у меня была такая практика старался поставить рамочку с засевом от хорошей семьи потому что моя практика показала что если вы подставлять даете выводить новых маток зараженном гнезде то это и рамка зараженная и естественно и в этом зараженном гнезде не все матки получаются качественные тоже бывают зараженные потому что матка это тоже женского рода как и пчела только пчела недоразвитая матка а матки вот поэтому а зачастую получалось несколько периодов здесь он тоже так описывает сейчас мы прочитаем что приходилось длительное время ну как раз ждать чтобы вывелась хорошая матка потому что первая матка часто бывает тоже заражена если на изолятор свозят пчелиные семьи из разных хозяйств то матки спариваться с неродственными трутнями неродственное же спаривание дает потомство более жизненно и продуктивно да это тоже играет большую роль и поэтому как неродственное потомство так и неродственные подставленные от другой семьи от здоровой семьи засел они дают более жизненная продуктивность после того как матки осеменялись и начинали откладывать яйца мы пересаживали семью продезинциированные ульи гнезда пчел концентрировали на более молодых соток сокращали так чтобы пчелы густо обсиживали соты семьям добавляли корм мед соток взятый из здоровых семей или сахарный густой сироп и гнезда пчел тщательно утепляли сверху из сотов изъятых из улья мед мы выкачивали а соты перетапливали навоз к помещению недоступным для пчел в дальнейшем гнезда пчел расширяли только рамками с искусственной вощиной избегать чрезмерного расширения зимовку гнезда собирали на свеже отстроенных сотах в тех случаях когда у отдельных пчелиных семей появлялся рецидив то есть как я уже говорил возврат гнильца матку в семье мы вновь убивали предоставляя пчелам возможность еще раз вывести себе матку то есть как вы заметили в семьях зачастую появляется возврат гнильца потому что матка оказалась некачественная я такой вывод сделал но они убивали и заставляли опять если семья после этого оказалась слабой то и обязательно подселили молодыми пчелами и расплодом из оздоровленных семей с добавлением корма и улучшения утепления описанным способом были оздоровлены пасеки колхозов имени чапаева 60 семей имени калинина 100 семей имени карла марса 4 7 и ряд других то есть таким образом можно а 7 а выздоравливать от гнильца без всяких проблем хочу добавить от себя небольшую информацию что можно использовать пенициллин и другие лекарства но жидкий пенициллин по 100 граммов вместе с расплодом это будет другая информация это короткая информация там описано рецепт сколько надо разводят с сахарным сиропом дают по 100 граммов сиропа это также дает возможность вирусу быть ликвидированным о своем способе выведения пчел устойчивых гнильцуй и ликвидации ликвидации гнильцовых заболеваний пчел путем изъятия матки из больной семьи я докладывал на объединенном пленуме секции пчеловодства и ветеринарии всесоюзной комбинации сельскохозяйственных наук имели плену одобрил этот прием выведения болезни устойчивых пчел вот такая вот информация вам друзья хотите слушайте хотите не слушайте но если прослушали как говорит уважение вам и почет вы получили хорошую опыт других людей и вам будет легко справиться с болезненными проблемами на вашей пасеке если вдруг они вас возникнут до встречи подписывайтесь ставьте лайки и задавайте вопросы спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!